Лидера Одесского автомайдана Евгения Резвушкина, главу правого сектора Сергея Стерненко и бывшего активиста этой же организации Руслана Демчука отправили в СИЗО на два месяца. Все это время Приморский районный суд, где избиралась мера пресечения, пикетировали около сотни активистов. Подробности далее. Под Приморским районным судом Одессы около сотни активистов. Они жгут шины и периодически толкаются с правоохранителями, когда те пытаются затушить огонь. В суде во вторник вечером избирают меру пресечения трем активистам. Главу Одесского автомайдана Евгения Резвушкина подозревают в хулиганстве и угрозах либо насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. В четырехмесячной давности на восьмой фонтана, когда мы ломали замор, если помните, и наше действие в операционном суде, когда была предъявлена претензия прокурору, вот по этим двум эпизодам. Власть начала охоту на патриотов, которые мешают им свободно жить. Еще двое активистов – глава Одесского правого сектора Сергей Стерненко и уже бывший представитель ПС Руслан Демчук, к слову, уже имевший судимости. Их подозревают в похищении депутата из Фонтанки Коминтерновского района Сергея Щербича. Сначала меру пресечения избрали Резвушкину. 60 суток содержания под стражей без возможности внесения залога. Еще через некоторое время аналогичное решение суд принял в отношении Руслана Демчука. А вот решение по руководителю Одесского правого сектора Сергею Стерненко пришлось ждать несколько часов. Все это время под зданием суда продолжался пикет сторонников задержанных. Около 10 вечера два месяца под стражей дали Стерненко. Сторонники задержанных, говорят, будут устраивать акции протеста. Я думаю, что акции протестные будут, и это уже не зависит от нас. Вот сейчас все автомайданы страны совещаются и собираются и думают не про то, ехать или не ехать, а какие акции они будут совершать по всей стране. В течение пяти дней задержанные могут подать апелляцию.